Тематический день Комитета по жилищной политике и ЖКХ прошел в среду в областной думе. Участие в нем приняли не только депутаты, но и представители исполнительной власти, профильных служб и средств массовой информации. Первый вопрос по традиции – плата за капремонт. В 2015 году многое не успели сделать. Собираемость также хромает, но депутаты смотрят на ситуацию с оптимизмом. Программа капремонта, я ее вкратце затрону, она, если рассматривать в течение года, конечно, она не будет исполнена. Но в взаимодействии и с правительством, и работа правления Попечительского совета привели к тому, что сегодня утверждение – это краткосрочная программа изменения. И то, что на сегодняшний момент этому вопросу начали уделять глубокое внимание, я думаю, что ситуация вырвалась. У нас сегодня собираемость увеличилась. У нас основными проблемными неплательщиками являются несколько муниципалитетов, правильно? Которым, я думаю, в настоящее время тоже со стороны правительства будут приняты определенные меры воздействия для того, чтобы они исполнили свои обязательства. Прозвучал вопрос о стоимости капремонта. Сейчас она составляет 5 рублей с квадратного метра жилплощади. Не планируют ли в Москве повысить для ивановцев размер платы? Сегодня 5 рублей – это, наверное, самое оптимальное. Повышать то, что сегодня такая тенденция или обсуждается вопрос о том, что вот устанавливать эти цифры будет в федеральный центр. Я с этим не согласен. Потому что, я понимаю, жираф большой, ему виднее, но они так далеко находятся на сегодняшний момент от того, что происходит в регионах, что, наверное, все-таки регионам виднее. Есть вопросы о новом отопительном сезоне. Например, в пятницу произошла авария, в результате которой без тепла остались около 11 тысяч человек. Чья это ошибка? И как сделать так, чтобы она не повторилась? Труба совершенно здоровая, как они говорят, сверху в слой. Ну, видимых дефектов на трубе нет. Труба просто разошлась снизу, пошла. Предположили, что да, как раз у нас в пятницу, на субботу, было падение температуры приличной, до 12 градусов в районах. В районах, в городе, наверное, все-таки поменьше, где-то до 9 градусов минус. Естественно, Пауэллит и Плюс, они выдерживали температурный график. Связано резкое повышение теплоносителя. Может быть, все-таки по этой причине и произошел разрыв этой трубы. Мы вчера приняли такое, наверное, все-таки решение правильное. Вот на момент вот этих пиковых перепадов температур, все-таки как сглаживать вот эти температурные графики, не выводить максимально на тот режим, который должен быть, а все-таки производить это равномерно. В ходе встреч депутатов с жителями большинство задаваемых вопросов так или иначе касаются ЖКХ. Как правило, ивановцы не знают, куда подавать жалобы на действия коммунальщиков. Потому решено подготовить информационные буклеты с целью повысить коммунальную грамотность народа. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.